«Это жилетку на фронт». И не только жилет, а ещё и носки. Обязательно только из натуральной шерсти, чтобы бойцам не было холодно, говорит Лилия. Три часа в день семья Корбангалиевых выделяет для того, чтобы вязать тёплые вещи для военнослужащих. Это уже стало ритуалом для супругов. Я вижу для наших бойцов, чтобы им было тепло, как дома. Чтобы они все вернулись с войны домой, своим родителям. Мы вас ждём. Когда я отдыхаю, утром, вечером помогаю ей. И вот этот моток делаю. Иногда высылаю. Как признается семья Корбангалиевых, когда они вяжут, у них развивается и мелкая моторика. Конечно, Лилии Корбангалиевой требуется чуть больше времени, чем другим. Вот, допустим, один такой высокий шерстяной тёплый носок она связала за неделю. Пару, соответственно, за две. Супруги помогают военнослужащим. Но им нужна и самим поддержка. У них ограниченные возможности здоровья. Найти работу непросто. А Лилия не хочет сидеть, сложа руки. Пользуясь случаем, хочу обратиться к предпринимательскому сообществу, которые могут помогать нашим инвалидам, обеспечивая их работой на дому. В частности, наша героиня, она готова в домашних условиях и вышивать, и вязать, и выполнять какую-то простую работу. В декаду инвалидов супругов Корбангалиевых без внимания не оставили. Им вручили подарки, а также сладкие презенты, которые так они любят. Эльмира Гайнудинова, Кирилл Хабзей. Новости. Набережные Челны.